Ребят, всем привет! Самого-самого хорошего и доброго вам! Примите мои пожелания на добро и мир! Сегодня 8 июля, пятница. Мы после обеда уже к 4 часам приехали на пляж Громова. И на нашем месте, где мы всегда бываем, не нашлось места. Все было занято. Лежать как селедки в бочке мы не захотели. Тем более мы с Роксиком. Проехали чуть-чуть вперед в сторону Рыбацкого стана. И, как видите, здесь берег совершенно пустой. Сегодня море взволнованное, но вода, ребятушки мои, теплая, теплая, притеплая. Я не знаю, сколько она градусов. У Черноморского там 28, мне сказали. Кто купался с утра, они говорят, да, действительно так. И рядом с центральным пляжем метеостанция. Где постоянно меряют температуру воздуха, температуру воды. И периодически они записывают на табличке. Ну, я вам фотографию скидывала. Ну, что хочу сказать. Здесь сегодня вода не очень чистая. Она слегка мутновата, но это не из-за того, что какая-то промышленная грязь. А это песок поднялся со дна. Водоросли. Какая-то мелкая. Ну, все это морская какая-то грязь. И вот, видите, встречаются здесь медузы. Вот одна представительница плывет здесь. Чем отличается вот этот бережок моря от того места, где мы были? Здесь заходишь в воду, и так вам будет по пояс сразу. Вот я зашла, вот я недалеко от берега, а я уже по грудь в воде. И чем дальше, все глубже. Ну, оно идет не скачками, а так плавненько. Поэтому бояться нечего. А кто плавать умеет, так вообще, что там бояться-то? Ближе к Беляусу, конечно, там отдыхающих больше. Мы туда не стали приезжать. Планируем где-то числа 15-го. А так как я говорила, что мы планируем на южный берег ехать, представляете, опять пришло предупреждение, что 9-го, 10-го, 11-го будут грозы, дожди, шквалистый ветер. Ну, вот уже третий раз мы перекладываем нашу поездку. А так как мы едем на 2-3 дня, поэтому все, к этому серьезно нужно подойти. А если приехать на ЮБК и попасть под дождь, это, конечно, не есть хорошо. Нужно, чтобы погода была, ну, погода благоприятствовала. Ой, как волна бьет меня. Температура воздуха, вот мы ехали в машине, была 34 градуса. Это температура воздуха. Ну, а температура воды, ребят, ну, действительно, очень-очень теплая. Ветер, вроде бы, на суше и не такой сильный. Ну, вот волнение, я вам сейчас показываю. Заметное сегодня. И если кто знает Черноморский район, то сегодня в Межводном был дождь. Да, но к нам тучи не дошли, они ушли в сторону. Ну, и как вообще прогнозируют, что в один из дней, 9-го, 10-го, 11-го, будут дожди. Но Черноморский – это такое место, что, знаете, прогнозируют, прогнозируют, а все может измениться, и здесь погода может быть отличная и солнечная. Чем мне и нравится климат в Черноморском. Хоть здесь и степная часть, но если вы хотите какой-то экзотики, можно поехать на Джангуль. Кстати, мы вчера были на Джангуле и запечатлели красивый закат, солнце в море. Правда, немного помешали нам облачка, но это не мешало. Ай, медузы возле меня крутятся, по ногам скользят. Но они здесь не синие, они с белой каемкой. Эти, вроде бы, не жгутся, не такие опасные. Так, ну я прям зашла так глубоко, если чуть какая-то побольше волна, то меня с телефоном может накрыть. А это не очень-то хотелось бы. Ай, медуза, 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 медуза. Хорошо, по ногам. Вот бережочек здесь, видите, пустой, совершенно пустой. Рыбаков нет. Ну, рыбаки обычно сети проверяют после шторма. Хороший улов. Это они нам сказали уже, когда мы покупали рыбу в прошлом году у них. Кефаль. Всегда забываю, а потом вспоминаю песню, шаланды полные кефали. И вспоминаю, что кефаль мы у них покупали. Она еще прыгала, эта кефалечка, у нас в машине, пока мы ехали домой. Вот, ребятки, берег здесь точно такой же, как мы и останавливаемся. Ну, это, наверное, и считается тоже пляж, потому что береговая линия поселка Громова. Мне кто-то сказал, что береговая линия – это не пляж дикий. Ну, обычно мы так и называем, что дикий пляж, оборудованный пляж, городской пляж. Я так и называю, потому что здесь, тем более, много отдыхающих. Почему бы и не назвать это пляжем? Тем более, тут такое комфортное море, песчаный берег. Отлично. Ну, нет кафе. Да, кто-то мне тоже написал, что, ой, что вы хвалите, там нет кафе, там нет ресторанов. Да нам это и не нужно. Если нам нужно что-то перекусить или какие-то фрукты мы привезем с собой. Ну, мы обычно не берем ничего. Рокси у нас, конечно, когда приходит, сразу кушать просит. Воды – это обязательно. Нужно ей с собой брать. Ну, вот эта любительница у нас – перекусить. Мы – нет. А мы с вами, кстати, плаваем среди воды. И вы тоже вместе со мной. Ребята, я надеюсь, что я вам не надоела прогнозом погоды из Крыма. Что те, кому в этом году не посчастливилось приехать в Крым – девчонки мои хорошие, Татьяна, Галина, Маргарита. Ну, девочки, всех не перечислись, но я всех вас помню, люблю и всегда с удовольствием читаю все ваши комментарии. Ну, мужчин у нас мало, почему-то они стесняются. Им нужны более такие, наверное, темы нежизненные, более политические или там военные. Ну, мы этим не очень-то и занимаемся. Нам бы, девочкам, все бы по морям, по загарам, похудениям. Зарядку я делаю постоянно, девочки. Поэтому как-то поглядела, что не очень вы интересуетесь. Поэтому я показывать не буду вам. Все-таки нужно добиться какого-то результата, а потом уже что-то и показывать. Ой, а медузы так по ногам и задевают. Вот они, вот они, вот они, вот они. Сейчас я вам покажу. Не видно сегодня. Видите, волна и поэтому я только их ощущаю. Ну, пока еще неужели. А так вообще меня вот вверху. Видите, вот это уже с каким-то там синеньким ободочком. Не знаю, солнце светит, мне не видно. Что касается продуктов в Черноморском. Может быть, кого-то интересует. Да, естественно, как и везде, все подорожало. И сейчас, знаете, вот даже вечером хлеб. Если я раньше приходила и могла там свой любимый хлеб взять. Обычно как кирпичиком серый, украинский, кстати. Да, брала хлеб, нам очень нравился. Сейчас можно его не застать. Ой, какая волна пошла. Потому что народу прибавилось, отдыхающих прибавилось. Но это каждый год. Это даже, знаете, и не обсуждается. Что касаемо жары. Сейчас 34 градуса. Но это тоже каждый год в это время. Самый жаркий период. Середина июля. А мы приближаемся, как раз в середине лета. Все замечательно, все хорошо. Касаемо, что на рынках. Рынок южный, юбилейный. Тоже продукты все есть. Сейчас овощи местные. Очень вкусные. Молочные, как я уже говорила, продукции замечательные. Овощи вообще все натуральные, ребята. Без химии я сравниваю с магазинами петербургскими. Ну, конечно, это ни в какие ворота. И намного лучше стала чувствовать себя по организму. То у меня повышался холестерин. А здесь никакого холестерина. Ну, я анализы не сдавала, но я чувствую по себе, что никакого холестерина у меня повышенного нет. Рокси сидит на берегу, меня ждет. Надо уже выходить. Вот так я уже давно в воде. Ну, совершенно не замерзла. Действительно, вода, как сегодня мы были с Рокси утром на Черноморском, на пляже. И ребенок, мамочка, мамочка, вода, как парное молоко. Как будто подогрели молочко. Ну, действительно, это так. Вода очень теплая. И в 7 часов утра сегодня, так, знаете, уже были отдыхающие на пляже. И они немногочисленные, но, по крайней мере, больше, чем всегда. Днем, я думаю, будет очень много. Ну, что, наговорила я вам очень много. Думаю, что полезная информация. Оставайтесь вместе со мной. А море так и не успокаивается. Вот видите. Не знаю, насколько оно еще прогреется. Будем наблюдать, будем смотреть. Оставайтесь вместе со мной. Следите за погодой в моих видео. Всем самого-самого доброго. Всех уважаю. И за не очень хорошие комментарии, а за хорошие, добрые комментарии. Я вообще говорю вам спасибо и благодарю всех. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok